Коллеги, добрый день. Добрый день. Мы начинаем с вами следующее наше занятие по теме пробежка. Вот, правила перемещения с мячом, двойное ведение. И напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно, потому что нахожусь я не в городе Москве, но в любом случае, как бы, сегодня у нас занятие будет связано с видео. Мы будем, также попрошу вас, спасибо, попрошу вас отключить микрофоны, чтобы было, чтобы не было побочных всех у нас звуков, и чтобы мы, соответственно, хорошо провели сегодняшнее занятие. Первое, что хочу сказать, что так подвести итог нашего предыдущего занятия по пробежкам, по перемещению с мячом, сориентировать на основные позиции, что по факту у нас есть два... Коллеги, звук выключите, пожалуйста. Грецов Василий, звук выключите, пожалуйста, вас слышно. Звук у себя, пожалуйста, поставьте на беззвучное все, чтобы было всем комфортно. Если кто-то хочет задать вопрос, соответственно, можете там поднять руку или написать в чате, я на все вопросы отвечу. По правилам пробежки у нас какие основные позиции, то, что, в принципе, не меняется ничего с 2017 года, что мы разделили, ФИБА разделила на две позиции. Это перемещение в динамике с мячом и, соответственно, статично. И про статику ничего не поменялось вообще в статике. То есть игрок, который получает мяч, у него определяется опорная нога. Вот, соответственно, и отрывать опорную ногу в статике можно при броске и при передаче. Но в начале ведения, в начале ведения мы должны, для того, чтобы начать вести, мы должны сделать, выпустить мяч из рук. И поэтому теперь, кто у нас занимается тренерством или преподаватели у нас, первое, что мы должны понимать, что если у нас опорная левая нога, и мы стараемся уйти вправо, значит, выпуск мяча должен быть своевременный раньше, а второе, что или силовое ведение, то есть выпуск силовым хлестким таким движением до начала отрыва опорной ноги. То есть часто получается, что левая нога опорная уходит вправо, или правая уходит влево, соответственно, происходит пробежка. И для судейства важно, что вот эти скрестные все действия, они не то, что мы фиксируем пробежки, но мы должны быть готовы, что это может быть неправильное перемещение с мячом. Про динамику у нас вопросов больше, но по факту получается, что очень часто фиксируются нестандартные движения. Мы уже с вами говорили, что этих евростепов, это шаги в сторону, или степбэков, шаг назад, они никак не связаны с правилом пробежки. То есть мы можем сделать, заканчивая ведение, шаги в сторону, шаги назад, остановки, все в соответствии с правилами. Нет такого, что какая-то задержка движения, смена ритма, из-за этого происходит нарушение правил перемещения с мячом. То есть судьи должны фиксировать пробежку. То есть это мы с вами проговорили. Сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели моменты, связанные с пробежкой, фибовские. Потом посмотрели то, что у нас есть российского чемпионата. И следующая часть мы посмотрим правила перемещения с мячом, пронос мяча и двойное ведение. То есть очень важно. И сегодня как бы тоже хотел сказать, что в новых правилах 22-го года, которые есть на сайте РФБ в разделе документы, или на группе рефери-про, есть такое дополнение в правилах или уточнение, что игрок, который ведущий мяч, не имеет права какую-то часть руки помещать под мячом. То есть получается завершать ведение или, соответственно, задерживать мяч. Вы сами знаете, что задерживать мяч можно двумя руками, а также одной рукой. Одной рукой, если я ладонь, по факту, у меня находится под мячом. Это сигнал для судей, что закончилось ведение. Если ладонь находится на мяче, количество шагов не ограничено. И сразу вспоминайте, кто смотрел, если смотрит НБА, про Хардена и про каких-то других известных игроков, которые делали там 4 или 5 шагов. По факту они ничего не нарушают, потому что они завершают ведение, то есть берут мяч в одну руку или две, а не ладонь находится сверху на мяче. Именно тогда, когда они начинают делать нулевой, первый и второй шаг. Также кто у нас тренеры, должны понимать, что нулевой шаг в обучении только используется для судей. В книжке правил ничего не сказано про нулевой шаг. Сказано, что следующая нога, которая после владения мячом касается пола, является шагом номер один. То есть как бы так двухсмысленно. А потом шаг номер два при движении. Поэтому по факту про нулевой шаг ни в книжке правил, ни в интерпретации, ничего нет. Хотя все это есть в официальных ФИБовских презентациях на английском, на русском языке, которые тоже можно найти в группе и на сайте Referee Pro. То есть это официальные ФИБовские презентации 17-18 года. То, что я вам предыдущие занятия показывал, и то, что есть у нас, соответственно, на сайте. Ну хорошо, тогда давайте мы начнем наше видео. И потом, соответственно, проговорим по всем этим моментам. Скажите, пожалуйста, видео запустилось? Просто напишите мне, чтобы я просто видел. Видео не запустилось, да? Тогда давайте хорошо. Сейчас я за экран. Скажите, а сейчас видно рабочий стол с клипами? Сейчас клип запускается. Виден он? Хорошо. Все окей, здорово. Хорошо. Значит, мы с вами начинаем сейчас клипы по правилам пробежки. Там, где моменты, связанные с перемещением в движении. То есть то, что мы с вами говорили на предыдущей лекции, перемещение с мячом в движении. И где есть нарушение, а где нет. Используя все наши термины, включая нулевой шаг, там первый или второй. И не забывайте, вот этот клип, который сейчас я запущу. В этом клипе очень важный момент, что овладевание мячом в воздухе четкое является шагом номер ноль. То, что мы говорили с вами в презентации. Смотрим момент. Это момент был из РФБшного клипа. Посмотрите еще раз. Я его еще раз запущу с самого начала. С самого начала. Посмотрите. Игрок ведет мяч. И делает передачу своему партнеру. Посмотрите. Партнер отчетливо в воздухе овладевает мячом. В воздухе, высокую передачу, он контролирует двумя руками. Вот это является шагом номер ноль. То есть, когда игрок в воздухе. Мы не говорим, когда это буквально на земле, и он касается мяча, а приземляясь там, касаясь площадки, он уже овладевает мячом в одной или в двух руках. Здесь мы видим, что находясь в воздухе, игрок ловит, контролирует мяч двумя руками. Далее. Он приземляется, игрок, на правую ногу. Это уже шаг один. Потом делает шаг левой ногой. Шаг номер два. И потом приставляет еще раз правую ногу. Делает третий шаг. Это нарушено правило перемещения с мячом. Это пробежка. Ноль, один, два, три. Три. И этот клип вызывал очень много вопросов у нас, у судей. И по факту, соответственно, многие судьи не могли расценить, что ловля мяча в воздухе, отчетливая ловля, не то, что практически на полу. Игрок как бы касается мяча, но контроль уже осуществляется на полу. Ловля мяча в воздухе является шагом номер ноль. Смотрим следующий клип. Четкая трактовка. Под левую ногу игрок овладевает мячом. В нашем случае нога касается площадки. Затем шаг номер один. И правая нога является опорной. И шаг номер два левой. И выполняется бросок. Абсолютно правильное игровое действие. Никаких нарушений здесь нет. Еще раз посмотрите. Ноль один два. Ноль один два. Абсолютно правильное игровое действие. Дальше клип мы смотрим с вами. Теперь возьмем с вами клипы по пробежкам, которые Фиба представляла. Мы их уже иногда показывали, но все равно не будет плохим тоном, если мы посмотрим еще раз. Первый клип, когда все идет в статике. Игрок получает мяч в желтой форме слева от нас. Сейчас вы увидите. Получает мяч и делает, отрывает опорную ногу, а потом начинает видеть. Левая опорная, мяч в контакте с рукой. Часто судьи иногда фиксируют фон блокировки. На самом деле первично была пробежка. Первично была пробежка. Смотрим. Игрок получает мяч. Левая нога опорная выбрана. Отрыв опорной ноги левой, а мяч в контакте с рукой. Неправильное перемещение с мячом. Нарушено правило пробежки. Далее. Когда игрок начинает видение. Все мы говорим про движение. Про движение. Игрок в синей форме номер 7. Получая мяч 0-1-2. И мы говорим, что игрок, который начинает видение в движении, должен выпустить мяч до второго шага. Видите, 0. Левая нога 0. Игрок контролирует мяч в контакте с площадкой. Дальше. Следующая нога касается пола. Это первый шаг. Это опорная нога. И шаг номер 1. Шаг номер 1. Теперь нужно выпустить мяч до второго шага. Видите, нога левая еще площадки не касается, а мяч уже сошел с руки. То есть выпустить мяч до второго шага. Правильное баскетбольное действие в нашем примере. В нашем примере правильное баскетбольное действие. Далее мы смотрим начало видения, пока игрок находится в движении. Здесь вообще пять шагов игрок делает. И мы этот клип посмотрим несколько раз. Не смотрите на судей. Не смотрите на игроков. Смотрите на действия игроков на ноги и контроль мяча. Контроль мяча. 0-1-2 выпуск. 0-1-2 выпуск. Получается, по факту, сегодняшние правила 2017 года. 0-1-2 выпуск. И тут же получается, левая нога шаг будет номер 0. Уже нового действия. Он завершил ведение. Взял мяч в руки. 0-1 выпуск. Правая нога будет шаг номер 1. Левая нога шаг номер 2. Правильное баскетбольное действие. И, соответственно, пробежки нет. То есть, по факту, по факту, мы видим, что происходит пять шагов с одним ударом. И это происходит абсолютно правильное баскетбольное действие. Смотрите, еще раз я пока. 0-1-2. 0-1-2. 0. Левая нога, правая 1. Является опорной ногой. До второго шага выпускается мяч. 2. И это первый шаг будет уже в новом действии. Нулевой шаг в новом действии. 0. Левая нога во втором действии. Шаг номер 1 во втором действии. И шаг номер 2 во втором действии. То есть, получается, два раза игрок вел мяч. Два раза игрок сделал 0-1-2. 0-1-2. Теперь игрок заканчивает ведение и выполняет бросок. Выполняет бросок. Игрок получает мяч. Получает мяч. 0-1-2. Количество шагов и скорость начала движения здесь не учитывается. Самое главное – шаги после окончания ведения. 0-1-2. Еще раз будет замедлено. Игрок движений получает мяч. Мяч выполняет удар мяча. Определяет левую ногу как 0 за нулевой шаг. Контролирует мяч. Правая нога – шаг номер 1. Мяч в руках. Соответственно, можно выполнить второй шаг левой. И после этого выполнить бросок или передачу. Бросок или передачу. Правильное баскетбольное действие. Нарушения в этом действии нет. Правильное перемещение. То же самое игрок убегает. Быстрый отрыв. Обладевает мячом. Выполняет 0-1-2. В движении. Перемещение с мячом. В движении. Заканчивая ведение. Посмотрите. 0-1-2. 0-1-2. 0-1-2. Левая, правая, левая. Левая контроль. Правая, левая. Правильное баскетбольное действие. Контроль мяча. Нулевой шаг. Левая. Правая шаг номер 1. Опорная. Левая шаг номер 2. Игрок выполняет бросок. Абсолютно пекальное. Правильное действие. 0-1-2. Дальше. Мы с вами говорим. Без ведения. Игрок получает пас без ведения. И выполняет бросок. То же самое продвижение. Левая, правая, левая. Мы не смотрим на турнир. Мы смотрим на действие игрока. Левая контроль мяча. Правая, левая. И выполняется бросок. Выполняется бросок. Под левую ногу получается мяч. Левая. Получает мяч. Правая шаг номер 1. Опорная нога. Левая шаг номер 2. И выпускается мяч на бросок. Получается блок шаг. Правильное баскетбольное действие. Нарушения нет. Нарушения нет. В движении. Игрок получает мяч в движении. Теперь мы с вами поговорим. Где же неправильные, ошибочные действия. Одно из них это последовательное касание одной и той же ноги. С правой на правую, с левой на левую. Здесь у нас будет прыжок с правой ноги на правую. С правой на правую. Фаза полета. И после приземления с правой на правую уже следующего шага делать не надо. Посмотрите. Правая, правая, потом левая. Важно, чтобы была фаза полета. Правая. Мяч в руках контроль. С правой на правую перелетает второй шаг правой ногой. Это уже нарушение правил. Неправильное. В общем, нарушение правила пробежки. Нарушение правила пробежки. Далее мы смотрим. Спин-мув. Пивотный разворот. То, что раньше было, как бы очень часто фиксировалось, что пробежка. Сейчас это правильное легальное действие. Смотрите. Игрок получает мяч. 0-1-2. И, соответственно, бросок. 0-1-2. Бросок. Правильное легальное действие. Ведение мяча. Под левую ногу игрок контролирует мяч в двух руках. В одной или в двух. В нашем случае в двух руках. Шаг номер один. Правый. Есть. Шаг номер два. Левый. Есть. Правильное легальное действие. Нарушение правил. В нашем случае нет. Правильное легальное действие. Что хотелось бы сказать, значит, по поводу вот этих перемещений. Очень важно, что если для судейства вот эти евростепы, степбеки или судья сомневается. Я тут отношение больше к людям, которые участвуют в судействии. То мы должны отметить, что при фиксации, если есть сомнения, лучше не досвистеть, чем придумать того, чего нет. Очень часто бывает правильное баскетбольное действие, а приходит свисток. Вот поэтому мы очень часто к этому обращаемся. И сейчас очень много есть как бы вот этих пожеланий, замечаний. На всех семинарах мы пробежкам уделяем большое внимание. Но также есть вопросы к пробежкам, которые вначале судей меньше уделяли внимания, а они дают реальное преимущество. Это получение мяча на периметре, на трехочковой линии. И игрок за счет вот этого лишнего шага с места он получает преимущество. Или, допустим, он выполняет 0-1-2-3. Или там 0-1-2, а потом выпускает мяч, делает 3. Это пробежка. Давайте посмотрим у нас два металлических материала, которые мы подготовили для наших судей. Это на основании РФБшных игр. Что мы здесь видим? Описание клипа. Игрок получает мяч в статике. Левая нога у него опорная. Игрок оторвает опорную в начало ведения. Пробежка. В нашем случае верное решение суть. Игрок получает мяч. Наверху трехочковой линии. Игрок номер 5 зеленых. В статике. Левая нога у него опорная. Определяет опорную. И, соответственно, отрывает опорную мяч. Видите, левая опорная. Отрывает опорную ногу левую, а мяч в контакте с рукой. Нарушено правило перемещения с мячом. Это пробежка. Пробежка. Клип второй. Игрок получает мяч в статике. Левая нога опорная. Игрок отрывает опорную в начало ведения. Пробежка. Верное решение суть. В трехсекундной зоне игрок будет получать мяч. Номер 91. Отрывает опорную ногу. И совершает промежку. Совершает промежку. Посмотрите, еще раз замедленно. Левая нога опорная. Отрывает левую ногу. Посмотрите. И у него левая нога оторвана. И мяч в руках. Мяч в руках. Мяч в руках, а левая нога не в контакте с площадкой. И потом он ее приставляет. Это пробежка. Правильное решение судьи. Фиксация пробежки. Следующий клип. Игрок получает мяч в воздухе. Ни одна из ног не является опорной. Игрок выпрыгивает с мячом в руках. После чего начинает ведение. Пробежка. Видите. Отрывает. Получает мяч игрок номер 17. Отрывает от пола. Видите. Две ноги. Две ноги. И выпускает мяч. Если на бросок. То команда синих не контролировала бы мяч. Однако игрок отпускает мяч на ведение. То есть отрывает две ноги от площадки. Отрывает. Одна из них опорная. Соответственно видите. Приземляется. И выпрыгивает мяч в руках. А потом соответственно выпускает его на ведение. Это правило. Нарушено правило перемещения с мячом. Игрок заканчивает ведение. Левая нога опорная. Игрок отрывает опорную. И ставит до того, как землица. Как выпустить мяч из рук. Получает мяч. Левая опорная. Отрывает опорную до передачи. До передачи. Нарушение правил. Левая опорная. Левую отрывает. Посмотрите. И потом ставит ее. А мяч в руках. Отрывает левую. Ставит ее обратно. Соответственно нарушает правило перемещения с мячом. Может быть и да. Вот Эдуард пишет. И уход с места этого же игрока уже пробежка. Вполне возможно. То есть мы как бы больше здесь. Тема вот этого маленького фильма. Именно вот про вот эту статичную пробежку. Может быть и там тоже. Мы как бы более то, что наглядно, то и говорили. То и здесь прописали. Теперь мы хотим с вами посмотреть про перемещение с мячом. Это у нас в движении. То есть 0-1-2. Где мы рассматриваем нулевой шаг. Вот. С целью включения судья. Игрок получает мяч в движении. 0 правая нога. 1 левая. 2 правая. Нет пробежки. Верное решение судья. Игрок перемещает. Смотрите. 0-1-2. Абсолютно правильное перемещение. Видите, игрок настолько быстро, оперативно проходит. Левая. Правая. Левая. Правая. Проходит площадку. Смотрим еще раз. Правая. Левая. Правая. Еще раз смотрим. Под правую ногу шаг номер ноль. Видите, ловит мяч. 1. И опорная нога. Левая. 2. Правая. И выпускается мяч на бросок. А также мог выпускаться и на передачу. Следующий момент. После окончания ведения. Игрок берет мяч. 0 левая. 1 правая. 2 левая. Нет пробежки. Верное решение судья. 0, 1, 2. С левой на правую перепрыгивала. И нарушений здесь нет. Посмотрите еще раз. Интересный момент. Ведение. Ведение. Окончание ведения. На правую. Потом на левую. Видите, приземляется на левую. То есть с правой на левую. С левой на правую. С левой на правую. А потом. Давайте еще раз глянем. Левая нога. 0. Вот сейчас 0 мы видим. Потом игрок приземляется на правую ногу. Шаг 1. Потом на левую. Шаг 2. Правильное баскетбольное действие. Пробежки нет. Как бы с виду в динамике кажется, что пробежка. Левая. Правая. Левая. Пробежки нет. Следующий клип. Игрок получает мяч в движении. 0. Правая нога. 1. Левая. Игрок начинает ведение. Нет пробежки. Ошибочное решение судья. Тут, может быть, не совсем четко будет видно. Но смысл такой, что игрок получает мяч. Закончил ведение 0. 1. 2. 0. 1. И даже не было второго шага. Был спорный мяч. Игрок начинает. Получает мяч. 0. 1. 2. И опять 0. 1. Ошибочное решение. Ошибочное решение. Лучше эту ситуацию оставить без свистка. 4. Клип 4. После окончания ведения игрок берет мяч. 0. Левая. 1. Правая. 2. Левая. Нет пробежки. Я показываю три шага. Терминология такая. Неправильный даже жест. Ну, окей. Игрок получает мяч. 0. 1. 2. Шикарное действие. Техническое. Но не совсем корректное решение судья. Смотрим еще раз. Смотрим еще раз. Игрок получает мяч за трехочковой линией. Начинает ведение. Заканчивает ведение под левую. 0. Правая. 1. Левая. 2. И выполняет бросковое движение. Ошибочное решение судей. Ошибочное решение судей. То есть здесь мы говорим про движение. Самое важное, когда игрок закончил ведение и взял мяч в руки. Взял мяч в руки. Теперь давайте немножечко возьмем из нашего чемпионата. Тоже клипы есть и есть что посмотреть. Давайте мы их тоже просмотрим и проговорим. Если у кого-то какие-то будут вопросы, соответственно, обсудим. Что у нас здесь? Игровой момент. И очень важный. Он связан с интерпретацией правил и с правильной трактовкой нарушений и правильных игровых действий. Игрок получает мяч. Его накрывают, не накрывают. Судя фиксирует спорный мяч. Давайте разберемся по этому игровому эпизоду. Идет игровой момент. Сейчас игрок будет получать мяч в трансекундной зоне. 44. Его накрывают, посмотрите. Накрывают. Игрок номер 24 синих. Я сделал стоп кадр. И игрок-защитник удерживает на мяче руку. Приземление идет 44-го. И 24-й продолжает удерживать на мяче свою руку. То есть, получается, что два игрока, 44-й белый и 24-й синий, контактируют с мячом. И оба находятся на площадке. Интерпретация говорит, что это ситуация спорного мяча. Это не пробежка. Это не пробежка. Еще раз посмотрите. Блок-шот и защитник удерживают руку на мяче. Руку на мяче. Спорный мяч. Правильное решение судей. Абсолютно правильное решение судей. Не пробежка. 0-1-2. Выпуск мяча. Мяч с огурки не сошел. Был блок-шот. И защитник, соответственно, контактировал с рукой. Теперь другая ситуация, связанная с потерей баланса в окончании ведения. В окончании ведения. Судья зафиксировал пробежку. Давайте еще раз внимательно смотрим. Игрок ведет мяч. Игрок остановился. И потерял, коснул баланс. Потерялся, коснулся мячом площадки. Это нет нарушения правил. То есть потерял баланс, равновесие и коснулся мячом площадки. Правильное баскетбольное действие. Хороший игровой момент. Еще раз посмотрим его. Игрок получает мяч синий. Защитник выбивает мяч у игрока синий. Посмотрите. Мяч не в контакте. Защитник выбил. И в это время нападающий синий его ловит при приземлении. Вопрос. Это пробежка? Ответ. Нет. Защитник выбил мяч у игрока синих. Мяч не контактировал с рукой. И после этого выбивания игрок команды нападения имеет право взять мяч в руки и продолжить игровое действие. Ошибочное решение судей. Ошибочное решение судей. Следующий момент. То же самое и здесь. Игрок нападения. 24 черных. У него выбивает мяч 9 белых. Посмотрите. Мяч сошел с руки и не контактирует с рукой 24. Находится в воздухе. После этого игрок черных овладевает этим мячом. И судья ошибочно фиксирует нарушение правила перемещения с мячом. Давайте еще раз посмотрим. Выбивает мяч и приземляется. Но выбили мяч. Выбила команда защиты мяч. Нет нарушения правила. Теперь мы поговорим про случайную потерю. Уважаемые коллеги. Есть такое понятие как случайная потеря. То есть игрок, который ведет мяч или закончил ведение. У него может мяч выпасть из рук. Не проблема. Он может его поднять. Как бы если он его зафиксировал. Конечно нового ведения у него быть не может. То есть по-английски называется фамбл. Случайная потеря мяча. Но если вы делаете передачу мяча. И она у вас по каким-то... Ну не дошла. И вы ее догоняете и ловите. Прежде чем любой другой игрок коснется мяча. То это нарушение правил перемещения с мячом. Пробежка. То есть вы, закончив ведение, делая передачу своему партнеру. И передача не точна. И вы эту передачу догоняете и ловите. Вы контролируете мяч. Но вы получаете преимущество, что отрываете опорную ногу. И овладеваете опять мячом. То есть это не случайная потеря. Нельзя путать. Вот смотрим, что такое случайная потеря здесь, вот в этом клипе. Игрок получает мяч 11. Выходит. Закончил ведение. И у нее упал мяч из рук. У нее упал мяч. Смотрите. Она берет мяч, завершает. Делает 0-1. И у нее падает мяч из рук. Это не передача. Это случайная потеря. То есть это не нарушение пробежки. Не нарушение пробежки. Сейчас у нас будет клип. По поводу вот этой пробежки. Там подальше. Теперь клип очень тоже хороший. Что игрок. Федор Борисович, а в предыдущем клипе можно было судьям собраться и отметить ошибочное решение судей? Но смотрите. По ошибочным решениям судей. Есть такое понятие, что все же имеют право на ошибку. Если судьи собираются и как бы... Если это реально влияет на игру и на результат игры, то, конечно, нужно собраться и этот момент обсудить. Если это, грубо говоря, в зоне ответственности одного судьи, и он принимает решение, чисто теоретически, он имеет право на ошибку? Да. Каждый имеет право на ошибку, и можно совершить эту ошибку любому судье, а потом просто проанализировать. Вопрос заключается в другом. Что если судья более опытный, будет часто входить в зону ответственности своего партнера и менять его решение, и даже это решение будет менять сам судья молодой, то это может заставить его прийти к тому, что он будет просто теряться, будет не уверен в принятии последующих решений, может просто пропасть из виду при принятии решения, и это будет хуже отражаться на финальном итоге игры. В чем это выражается? Иногда, когда на эмоциональный фон возрастает, один судья в конце игры не справится. Ему нужен даже молодой коллега, который правильно проведет замену, услышит какие-то, допустим, вещи, увидит вещи, которые не спортивного характера, и подскажет в таймауте то, что он видел, или просто зафиксирует аут, что очень важно иногда, мелкое вроде бы нарушение, а иногда которое может спасти просто игровой эпизод. То есть, ну, я говорю с аутами, с нарушениями, даже данной заменой и данной таймаутом, который судья ближайше услышит, даже молодой. Поэтому каждому судье нужно дать шанс принять правильное решение, дать даже ошибиться, и в начале игры особенно, никогда лезть с изменением решений, это как бы этика такая. То есть, если очевидно, судья ошибается, и это как бы для всех ломает ход игры, то, конечно, нужно принимать решение. А если игра не терпит дополнительных каких-то вхождений старших коллег, то можно оставить, грубо говоря, до анализа после игры в разборе с комиссаром, там, соответственно, или в разборе между судей. Смотрим ситуацию, когда игрок падает. И вот когда игрок падает, в нашем случае, сейчас мы включим этот клип, и продолжает вести мяч. Смотрите, упал и продолжает вести мяч. Нет никакой пробежки. Даже перекатывается игрок. Пробежки здесь нет. Самое важное, коллеги, когда мы говорим про пробежку, игрок может скользить по площадке, сколько позволяет площадка. Но перекатываться и пытаться подняться, вот это будет являться пробежкой. Теперь давайте еще тоже про блокшот посмотрим. Ситуация, когда игрок делает блокшот и совершает тут пробежку. Совершает пробежку. Давайте еще раз с самого начала возьмем. Мировой эпизод. Игрок в воздухе. Защитник убирает руки. А нападающий приземляется с мячом. Это пробежка. Нужно такую пробежку фиксировать. Такую пробежку нужно фиксировать. Далее блокшот и приземление. Посмотрите. Игрок идет под кольцо. Номер 4 накрывает. Номер 9. Судья принимает решение пробежков. Смотрим. Замедленно, что у нас было. Замедленно. Белый игрок в белой форме выносит мяч на бросок. Посмотрите. Номер 4 отчетливо его накрывает. Отчетливо. Потом номер 4 убирает руку. Видите, рука не в контакте с мячом. И нападающий белый приземляется с мячом, не выпустив его. Совершает пробежку. Совершает пробежку. Очень правильное решение. Своевременное. Посмотрите. Это в динамике. На скорости. На скорости. Блокшот убирает руку и приземляется. Судья абсолютно правильно принимает решение. Номер 8. Нападающий не выпустил мяч из рук, а защитник накрыл и убрал руку. Давайте теперь посмотрим. Интересный такой смешной момент. Очевидная пробежка. Еще раз. Правая, левая. Но это дань моды. Но если мы рассматриваем это как технический элемент, это ошибка. Ошибка. Это пробежка. Игрок отрывает две ноги, контролируя мяч. Контролируя мяч. Контролируя мяч. Сфиксировать это надо. Если меня будут спрашивать преподаватели и судей, пробежка это или нет, однозначно это пробежка. Посмотрите еще момент, когда самое важное. Если судьи считают, что это бросок, то игрок, выпустив даже нестандартный мяч, может его овладеть. Посмотрите этот пример. Вылетел мяч из рук. По мнению судей, по мнению судей, что игрок 17-й не подыгрывал себе. Защитница просто коснулась мяча, и у игрока вылетел так мяч. Нарушений здесь нет. И по мнению судей, они тоже принимают решение, что это был бросок. Выпуск мяча в сторону вверх, в сторону кольца. Нет пробежки. Если игрок себе подыгрывает, очевидно, то да, конечно, мы говорим про пробежку. Тоже интересный момент. Чисто теория. Чисто теория. Мы говорим, есть ли нарушение или нет. Игрок овладел мячом? Овладел. В статике, да? Потом он делает один шаг. Левая опорная. Отрывает опорную. Отдает передачу. Отдает передачу. Посмотрите. Получает мяч. Отскок. Никого нет. Один. Отрывает опорную. Ставит левую. Совершает помежу. Мы не говорим фиксировать ее или не фиксировать. Лекция сегодня по неправильному перемещению с мячом. Игрок, овладев мячом, овладев мячом, статики. Ноль. Ой, один. Два. Пробежка. Пробежка. Теперь мы говорим про прыжок. И когда игрок выпускает мяч, отрывая опорную ногу, нет для этого, и приземляется, а потом выпускает мяч на выпуск, касается площадки и выполняет передачу. Оторвало, видите? Оторвало. Выпрыгнуло в площадке. Оторвало две ноги. Потом одна нога касается площадки. Посмотрите, правая. Все уже пробежка. И потом выпускает мяч. Это нарушение правила перемещения с мячом. Это пробежка. Пробежка. Следующий момент. Когда игрок отрывает опорную ногу не для броска или передачи, а для ведения. Для ведения. Посмотрите. Игрок выпрыгивает на бросок. Две ноги не контактируют с полом. Он контролирует мяч. Игрок номер восемь синих. И выпускает мяч на ведение. Себе подыгрывает. Это пробежка. Это пробежка. Отрыв опорной ноги до начала ведения. До начала ведения. Такой же клип у нас есть из фибовского турнира. Посмотрите. Игрок получает мяч, выпрыгивает и делает ведение. Это не бросок. Это не бросок. Теперь смотрите. На бросок нацелен игрок. А потом отрыв двух ног от площадки. И начало ведения. Но начинать с ведения мы можем только выпустить мяч, а потом отрывать опорную. А тут мяч в руках. Игрок в воздухе. Нет броска, нет передачи. А игрок подыгрывает под себя. И это нарушение. Это преимущество. Игрок получает очевидное преимущество. То же самое здесь. Очень тонкое. Но посмотрите, куда смещается. Одна из ног. Правая оторвана. А посмотрите, куда левая смещается. Трех очков валит. То есть есть смещение. То есть это фактически есть нарушение правил перемещения с мячом. Пробежка. То есть игрок начинает ведение, делая такие движения. Ну и давайте посмотрим один из клипов, который китайских очень четко характеризует правила перемещения с мячом. Смотрите. Под левую ногу игрок овладевает мячом в движении. Выпрыгивает с нее. Приземляется на правую. Шаг номер один. Потом делает шаг номер два левой и выпускает мяч. Нет нарушения правил. Левая ноль. Правая один и опорная. Левая два. Правильное баскетбольное действие. Нет пробежки. Нет пробежки. Хорошо, коллеги. Теперь давайте мы немножко с вами возьмем по клипам двойное ведение. И потом, соответственно, с вами разберем эти моменты, какие есть моменты такие интересные. И потом с вами мы коснемся еще по пробежкам, завершим нашу сегодняшнюю лекцию по пробежкам именно. Игрок с мячом совершает проход в желтой форме. Его защитник блокирует, но отпускает руки. Судьи не фиксируют ничего. Фолов, по всей видимости, нет. Игрок находится в воздухе на бросок, но бросок не делает. А потом приземляется и выполняет, соответственно, выполняет уже новое действие. Посмотрите еще раз. В воздухе находится, приземляется. Не выпустит мяч на бросок или передачу и начинает ведение. Удар. Удар мяча в пол. Удар мяча в пол. Двойное ведение. То же самое здесь. Посмотрите. Игрок вел мяч, контроль мяча в двух руках. Вот сейчас у нас мы видим. В двух руках после ведения. В двух руках. И начал второе ведение. То есть завершение ведения происходит, когда игрок контролирует мяч в двух руках или в одной после окончания ведения. То же самое здесь. Игрок вел мяч, взял мяч в две руки и потом опять повел мяч правой рукой. Двойное ведение. Игрок даже с этим согласился. Хорошо. Следующий клип. Тоже очень важный момент, связанный, посмотрите, и сложный в оценке. Игрок в синей форме ведет мяч левой, потом с левой руки перекладывает мяч на правую руку. Мяч не касается площадки, с руки на руку перекладывает. И начинает ведение. Неправильное перемещение с мячом. Двойное ведение. Посмотрите еще раз. Вот здесь мяч, если с левой руки на правую, он должен коснуться или игрока, или площадки. А она переводит с левой руки на правую и начинает новое ведение. Это неправильное ведение, нарушение прави. То же самое здесь. Игрок вел мяч, посмотрите. Вел мяч. Потом он... Ладонь у него снизу, посмотрите, на мяче. Вот сейчас снизу. Он его переводит на левую руку и делает еще раз удар. Совершает. Ну, пронос мяча. Или если завершает ведение, значит, соответственно, пойное ведение. Но нарушение точно. Точно. Здесь мы видим игрок в белой форме. Игрок не в белой форме. Игрок получает мяч, контактирует. Он еще не контролирует, только контактирует с мячом. Даже мяч у него упал. Следующее действие. Судьи расценивают, или, по крайней мере, должны расценивать, как ведение. Посмотрите. Раз удар, второй удар. Уже направленный удар. Раз, два, направленный удар. Потом игрок берет мяч в две руки. Две руки. И, соответственно, начинает новое ведение. Двойное ведение. Второй удар мяча в пол. Это было уже целенаправленное ведение мяча. Давайте еще раз посмотрим. Игрок касается мяча. Здесь еще нет. А вот здесь уже владение. Завершает ведение. И начинает абсолютно новое ведение. Нарушение правил. Двойное ведение. Двойное ведение. Хорошо. Следующий клип у нас. Вот здесь, когда мы с вами говорили, это не случайная потеря. И видите, судья не всегда четко может быстро среагировать. Игрок вел мяч. Закончил ведение. И потом сделал передачу. Она сорвалась. И опять овладел мячом. Смотрим. Немножко пораньше. Игрок заканчивает ведение. Видите? Под левую ногу. И пытается сделать кому-то передачу, но она срывается у него. Видите? Срывается. У него левая шаг один. Правая была ноль. Левая один. Он ее отрывает. И потом догоняет вот эту сорвавшуюся передачу. Это нарушение, коллеги. Это не случайная потеря мяча. Это сорвавшаяся передача. Случайная потеря мяча – это когда ты стоишь, и у тебя мяч просто случайно падает. Ты делал техническое действие, из-за которого ты получил… Ты видишь, что передача твоя не дойдет, и ты себе специально подыгрываешь. Ты передачу не доводишь до конца, и потом ее пытаешься овладеть. То есть это техническая потеря. Но если ты до этого мяча никто не коснулся, ты, как игрок, выполнив эту передачу, не можешь подбежать ее взять. Это нарушение правил. Нарушение правил. Теперь мы берем немножко с интерпретацией. Если я закончил введение и специально бью мяч в ноги своего соперника, как в нашем случае, посмотрите, красный игрок номер 13 защищает и пекает 4 желтого, и 4 желтый кидает мяч в ноги, потом овладевает им и начинает введение. По интерпретации ФИБА это неправильное введение, двойное введение. Двойное введение. Еще раз посмотрите. Нарушение правил введения. Двойное введение. Хорошо. Следующий клип. Игрок, получив мяч от партнера, посмотрите, захватил мяч и Шодиан фиксировал пронос мяча. Так, хорошо. Пронос мяча. Пронос. 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 вот здесь отчетливо видно пронос мяча то есть игрок как бы завершает ведение завершает и он еще как бы недоволен теперь давайте посмотрим что он делал что игрок делал разыгрывающий игрок посмотрите вот он уже взял мяч ладонь снизу левая нога 0 правая нога 1 левая нога 2 правая левая и левая нога 3 и 4 и он продолжает видеть еще раз давайте посмотрим нарушение это мяч берется под правую ноль левая 1 правая 2 левая 3 правая 4 и потом удар и он захватывает мяч это пронос мяча то есть задержка мяча здесь 100 процентов неправильное перемещение с мячом и правильное решение судей правильное решение снизу здесь тоже самое наверху посмотрите девушка начинает разыгрывать мяч может кому-то хотела делать передачу посмотреть ладонь ладони и ладонь находится под мячом вот под мячом она задерживает мяч закончила видение а потом начинает абсолютно новое видение задерживать мяч можно и в одной руке ладонь какая-то часть руки находится под мячом и это является неправильным задержкой мяча я уже завершил видеть начинается второе это двойное видение начинается второе видение это двойное видение нарушение правил то же самое здесь посмотрите игрок ведет мяч лица ладонь находится под мячом под мячом игрок закончил видеть неправильное видение двойное видеть пожалуйста еще раз ладонь находится под мячом посмотрите отчетливо а а потом и начинается еще раз видение двойное видение и здесь есть преимущество в чем оно выражается потому что иногда игроки мячом хотят отдать передачу но игрок закрыт и тогда получается передача не доходит и защита нападающий пытается продолжить видение это является нарушением это является нарушением вот как было и в нашем случае следующий момент игрок ведет мяч видите ладонь находится под мячом а потом начинает новое движение двойное видение игрок в принципе согласен с этим нарушением еще раз давайте динамики задерживает мяч снизу задерживать мяч внизу и нарушает правила перемещения с мячом то же самое как и ребята девушка имеет плотную опеку в красной форме и бросает мяч в ноги в ноги специально в ноги и начинает видение двойное видение там потом мяч ушел в толовую зону еще раз давайте посмотрим плотная опека плотная опека игрок бросает мяч и начинает вести видение вот это двойное видение то есть специальная передача мяча в ноги оппонента соперника и потом начало видение это двойное видение по интерпретации то же самое здесь игрок с мячом номер один из получает мяч из своего партнера под 45 градусов мяч взяла снизу закончила видение и потом опять начинает видение и защитник недоволен спрашивает так можно двойное видение то же самое здесь момент такой посмотрите интересный игрок в черной форме бросает под себя под себя выпрыгивает и выбрасывает мяч от себя посмотрите мяч находится на руке на бросок а он его догоняет и пытается нарушение правил перемещения с мячом вот то же самое здесь но нужно смотреть если защитник касался мяча выбил мяч а так по факту выбивания мяча не было было овладение посмотрите еще раз игрок видите закончил видение удар мяча был потом начинает новое видение это нарушение перемещение с мячом двойное видение двойное видение был первый удар потом окончание видения и потом соответственно второе и давайте посмотрим фамбл случайная потеря игрок ведет мяч у час маленький и у него выскочил мяч нет нет никаких он не делал передачу он им овладел закончил смази 0 закончил участник 0 1 мяч выпал и и он его взял и выкинул мяч после второго шага а после второго шага он может делать бросок или передачу по факту он и пробежку не нарушил и делает передачу нарушил правила пробежкой и двойного видения не сделал здесь все нормально случайная потеря мяча а здесь нет двойного видения потому что игрок выбил мяч из рук игрок выбил мяч из рук защитник выбил мяч из рук это является правильным баскетбольным действием посмотрите еще раз игрок закончил видение игрок вел 14 удар ведь закончил видение вышагивает на правой 13 у него выбил мяч из рук мяч не контакте был с рукой потом 14 опять берет мяч и начинает видение абсолютно правильное баскетбольное действие нет двойного видения нет двойного видения потому что защитник выбил мяч из рук нападающего то же самое здесь смотрим игрок потерял мяч из рук выскочил сделал на месте буквально его и словил и продолжить день нет двойного видения нет случайная потеря нет двойного видения хорошо мы с вами посмотрели вот эти моменты я хотел в завершении совершение ночи все немного у нас получается клипов вот теперь посмотреть еще хороший пример хороший пример хороший пример когда нет пробежки тоже клип недавно передали мне посмотрите игрок закончил видение ведь правая нога ноль левая нога один левая нога и приземляется на две только бросок можно выполнять правильное баскетбольное действие посмотрите левая левая нога ноль левая нога ноль правая нога 1 и step back 2 напрыгни на две ноги и выполнил бросок правильное баскетбольное действие вот такой клип вам я тоже покажу и теперь мне хотелось вам показать еще небольшой такой видеоряд моментов то что мы говорили про фиба и прокомментировать моменты эти баскетбольные что не изменилось правило самое главное хочется сказать что мы много говорим про пробежки и вроде правила поменялись пять лет назад но поверьте мне что абсолютно актуально вот я сейчас нахожусь в городе белгороде абсолютно актуально это правило тренеры многие первый раз что-то слышали судьи имеют вопросы про нулевой шаг про второй где можно приземляться на две ноги какая нога из них может быть опорной можно ли на втором шаге приземляться на две ноги то есть это спин буф пивотный разворот действительно это все имеет место и я думаю что это еще долго будет иметь место потому что передвижение с мячом является таким ключевым моментом технического арсенала игроков смотрим то что не поменялось правая нога опорная игрок вышагивает на правой ноге с правой ноги вот в правую сторону абсолютно нормально и технически понятно с левой ноги то же самое влево вышагивание на ноге левой является опорной правой является опорной отрывать ногу можно до начала ведения вот после выпустить мяч а потом отрыв опор ноги что поменялось мы берем первый пример еще раз повторю отрывать опорную ногу можно когда мяч сошел с руки а потом отрывается на площадке если нога первая будет пробежка 012 посмотрите игрок устанавливает контроль мяча в движении 0 правая левая 1 выпуск мяча до второго шага до второго шага до второго шага и потом игровые действия 012 до второго шага начало видеть начало видеть тоже очень по примеру 2 010 010 правая нога левая один удар второй шаг напрыгивание и бросок 012 012 другие примеры 012 012 012 когда игрок заканчивает свой дриблинг ведения первый пример бросок мяча снизу 011 выпуск мяча 0 под левую правая шаг 1 и она является опорной ногой левая шаг 2 и здесь только выпуск мяча для броска или для передачи и потом можно приземлиться на площадку 012 и выпуск мяча выпуск мяча остановка прыжком опция остановка прыжком 0 под левую напрыгивание на две ноги шаг номер 1 любая нога вот в этой ситуации любая нога может быть выбрана в качестве опорной 0 1 правая опорная 2 левая 0 шаг контроль мяча приземляется на две ноги любая из ног может быть выбрана в качестве опорной обман на движение на бросок опорная опорная правая вышагивание и выполняется бросок отрывая опорную ногу и выпуская мяч на кольцо 0 1 бросок 0 контроль мяча 1 шаг является опорной и приземление на две ноги вот в этом случае 0 1 2 когда я приземлился на втором шаге на две ноги вспоминайте презентацию которую мы читали нет опорной ноги вышагивать не могу только бросок мяча только бросок мяча 0 1 бросок 0 с двух ног тоже 1 шаг и приземление на две ноги и вот здесь опять нет опорной ноги только бросок 0 1 2 бросок 0 1 2 бросок 0 1 2 бросок степбэки шаг назад и броски с таким как бы шагом назад 0 1 бросок теперь 0 1 2 бросок тоже правильное игровое действие 0 1 2 на две ноги бросок только бросок 0 0 1 2 бросок 0 1 2 бросок вот эти шаги шаги в разный стоп неправильное передвижение неправильное передвижение с правой на правую с правой ноги на правую уже пробежка и вот этот шаг уже левой ногой он не имеет никакого значения с правой на правую с левой на левую является пробежка 0 1 неправильное перемещение и является пробежка и в завершении еще трактовка этот клип это итальянская презентация по пробежкам мы ее посмотрим и потом если у вас будут вопросы соответственно отвечу на ваши вопросы тоже все понятно здесь и все как бы наглядно 0 1 2 бросок правильное баскетбольное действие правильное баскетбольное действие 0 1 0 видите правая левая 1 правая 2 и выпуск мяча абсолютно легально правильное действие видите зеленая галка 0 1 2 бросок 0 1 2 бросок мы опять же говорим про движение в статике все по-другому как и было оставалось 0 1 2 бросок коллеги меня плохо слышно коллеги меня плохо слышно еще я сейчас немножко остановлю скажите видео хорошо видно слышно меня хорошо или не очень напишите пожалуйста мне же я как бы владел ситуацией эдуард написал что слышно плохо видео хорошо хорошо а ну значит может быть эдуард слышно слышно видно все хорошо окей продолжаем спасибо 0 1 2 соответственно бросок все правильное баскетбольное действие 0 левая правая 1 левая 2 бросок это спин мув пивотный разворот все легально все правильно все правильно то же самое здесь смотрим игрок заканчивает ведение посмотрите 0 1 2 вышагивание правильное баскетбольное действие 0 левая правая единичка двоечка видите вышагивание двоечка еще раз вышагивание правильное баскетбольное действие потому что единичка является опорной ногой а вот здесь уже получается мы опорную отрываем посмотрите сейчас будет комментарий получается мы оторвали единичку и представили 0 левая правая 1 левая 2 и правая оторвана это пробежка видите неправильное баскетбольное действие вышагивание смотрим 0 правая левая 1 правая 2 на единички вышагиваем имеем право сколько хотим раз вышагивать правильное баскетбольное действие нет нарушения правил теперь мы смотрим у нас 0 1 и 1 является опорной ногой и через нее проходят все действия 0 левая правая левая 1 и она является опорной опорной ведь он вышагивает на ней 2 и он вышагивает но единичка является опорной ногой и можно сейчас выпустить мяч и начать видение посмотрите что делает выпускает мяч все правильно видите легально легально правильное действие пускает мяч отрывает а теперь является пробежкой посмотрите 0 1 1 левая 1 и выпускает мяч и выпускает мяч отрывает опорная нога а это пробежка неправильно баскетбольное действие 0 1 все правильно 0 левая правая 1 все правильно идет в левую сторону 0 1 любая нога может быть выбрана как опорной левая опорная правильное баскетбольное действие правильное баскетбольное действие 0 1 0 1 тоже правильное баскетбольное действие если две ноги касаются площадки на шаге 1 вот на шаге 1 0 1 любая нога по правилам баскетбола 25 статья может быть выбрана в качестве опорной посмотрите правильное баскетбольное действие то же самое здесь мы смотрим 0 1 любая нога опорная и правильное баскетбольное действие 0 1 любая нога в качестве опорной правая опорная легальное правильное действие. 0-1, уход влево. 0-1, левое опорное правильное баскетбольное действие. Нет нарушения. 0, приземление на две ноги. 1, любая нога опорная, легальное правильное действие. 0-1, отрыв опорной ноги является нарушением. 0-1, определил, что левая опорная, левая опорная в нашем случае, отрыв опорной, неправильное баскетбольное действие. Мяч в руках, пробежка. 0-1, технический прием такой сильный. 0, удар. 1-2, правильное баскетбольное действие. Игрок получает мяч. 0-1, левая. До второго шага удар. 0, правая, левая 1, правая 2. Правильное баскетбольное действие. Здесь сразу два приема с 0-1-2. 0-1-2, 0-1. Абсолютно правильное баскетбольное действие. Вышагили на единичке. 0-1-2, 0-1. 1 на двоечке, на единичке вышагивает. Нет нарушения. Смотрим. 0, правая, левая 1, опорная. До второго шага удар мяча. 0-1, левая. 1 на единичке вышагивает опорной. Зашагивает и бросок. Легальное, видите, правильное баскетбольное действие. Степбэки, прыжки назад. 0-1, бросок. Правильное баскетбольное действие. 0-1-2. Правильное баскетбольное действие. Тут можно рассматривать как 1-2, он попеременно. А если вместе, то это как бы может быть шаг 1. 0-1-2. Только бросок. Только бросок. То, что игроки делают. Еще раз. 0. Правая 1, опорная. И можно на две ноги. Нет опорной ноги. Только бросок. И выполняется бросок. Правильное баскетбольное действие. 0-1-2. И потом выбирает опорную ногу. После второго шага. 0-1-2. Нет опорной. Выбрал опорную. пробежка. Пробежка. Смотрим. 0. Левая. Правая 1. Опорная. И второй шаг на две ноги. Нет опорной ноги. Только бросок. Вышагивание. Пробежка. Все. Неправильное баскетбольное действие. до второго шага. Удар. Правильное баскетбольное действие. 0. Правый шаг 1. До второго шага. Выпуск мяча. До второго шага. Выпуск мяча. Правильное баскетбольное действие. Легальное. Хорошо. Коллеги. Вот вы послушали. Мы с вами поработали. Посмотрели много клипов. У нас мы взяли с вами. Получается на том занятии взяли две презентации по передвижению с мячом. С правилом пробежки. И самое главное, что я хочу сказать, что передвижение с мячом мы брали с вами в движении. То есть в статике ничего не поменялось. Все, что было 20-30 лет назад, так и правила трактуют. Поменялось только когда в движении. В движении мы можем рассматривать шаг номер 0, когда игрок контролирует мяч. Игрок может закончить сидение, держа мяч в двух руках или держать мяч в одной руке. В этом году в правилах четко даже прописано, что размещать руку под мячом нельзя во время ведения. То есть это человек заканчивает ведение. Скорость никакого значения не имеет, когда мы начинаем получать мяч или заканчивать ведение. Вопрос. Можно эти презентации где-то скачать? Не проблема. Вы видели мой телефон и мой электронный адрес, да? Федор Дмитриев, яндекс.ру. Или можете посмотреть также на сайте refereepro.ru. Вконтакте. Вконтакте можете посмотреть. Или мне написать, я вам эти презентации вышлю вообще без проблем. И клипы вышли, чтобы вы могли, допустим, собрать, может быть, тренеров, может быть, молодых своих студентов. Ну, без разницы. Игроков. Чтобы они просто посмотрели, вот, ознакомились. Я и презентации могу вышлить, и эти вот фильмы, и наши российские, которые вы подготовили с описанием, и эти фибовские, итальянские, без проблем. Про движение я вам еще что скажу. Что в движении мы рассматриваем 0.1.2. Первый шаг является шагом опорным. Мы, когда говорим о группе Вконтакте, по-моему, размещено. Вы можете полазить там по всей истории, там это есть. Но я попрошу, чтобы разместили, чтобы вам можно было скачать последние эти презентации. Шаг номер один является опорной ногой, и, соответственно, мы на этом шаге, мы можем вышагивать, отрывать единичку для броска или для передачи. Шаг номер один. Соответственно, мы всегда можем рассматривать все эти вещи только с точки зрения оценки их в движении. Но если мы начинаем что-то додумывать про вот эти евростепы или степбэки, или задержка движения, или смена темпа, ничего по факту этого нет. Если мы можем подписать это под 0.1.2 в трактовке судейской, не в тренерской. То есть шаг номер ноль, он для оценки действий игроков. Тренер может просто использовать, смотреть, как его будут оценивать или в точке зрения обучения. Но, допустим, судьям кричать на площадке, что можно сделать три шага или можно нулевой шаг, это будет слегка как бы некорректно. И эти вещи, мы в любом случае будем к ним подходить всегда, обращаться, потому что перемещение с мячом действительно большая проблема, потому что команда получает незаслуженное преимущество. Последнее веяние ФИБА и Евролиги, то, что я слышал, это получение преимущества наверху. То есть игроки за счет вот этих быстрых движений, вот помните, когда там игрок, получая мяч, делает чуть ли не 4-5 шагов, а потом продолжает ведение. Или игрок делает какие-то шаги через заслоны, но у него получается, что он отрывает опорную, то есть делает больше, чем 2-3 шага. Это действительно является преимуществом, вроде бы не видно на периметре, но действительно это так и есть. Поэтому ФИБА на это обращает внимание. На что еще ФИБА обращает внимание, особенно на периметре, ну или под 45, когда игрок отрывает ногу опорную в статике и совершает пробежку, получает преимущество, а судей часто фиксирует блокировку. Или другая, другая одна из таких позиций под кольцом. Игрок центровой, высокий, завоевывает какое-то пространство, но ему не хватает места для прыжка или для чего-то. И он для того, чтобы усилить прыжок, подтягивает эту опорную ногу, получает преимущество и дистанцию к кольцу. Вот эти вещи, мы все равно будем к ним возвращаться, клипы будем вам показывать, будем делиться всеми последними материалами, чтобы у вас было четкое восприятие. Соответственно, контакты вы все мои знаете, если кому-то что-то нужно, соответственно, все мы вам предоставим и разместим. Большое спасибо за обратную связь. Вот я вижу, тут многие написали, коллеги, что довольно доходчиво и понятно. Будем также продолжать работать, будем слушать ваши замечания, пожелания. В следующий раз мы планируем собираться, соответственно, сейчас посмотрим по календарю, по-моему, это 6 число, если я не ошибаюсь. То же самое с ссылкой мы также разошлем, коллеги. Так, да, получается 6 число, это уже будет у нас октябрь. И будем следующую тему разбирать, может быть, связанную с цилиндром, с блокировкой, с столкновением. То есть будем пошагово идти, все эти вещи, последние клипы, которые уже есть у нас с этого сезона, будем также их вставлять в обучающие материалы, но будем все ссылаться на правила. То есть основа у нас являются правила, интерпретации, а потом эти правила интерпретации подкрепляются клипами. Хочу в заключение всем вам сказать большое спасибо за внимание, пожелать крепкого здоровья и хороших там выходных дней. Сейчас уже скоро будут выходные, но в любом случае количество игр уже увеличивается. Поэтому хороших вам игр, объективных оценок судей. Если суди нас слушают, чтобы тоже в них были хорошие, четкие, правильные свистки. Ну и удачи вам. Удачи в сегодняшнее наше время, чтобы все было хорошо дома. Спасибо большое за внимание.